Отставка совета по электронным СМИ пока не предвидится, так как из-за этого Латвийское радио и Латвийское телевидение могут остаться без финансирования. При этом работой совета недовольны и журналисты, и политики. Сегодня конфликт обсуждался в Сейме, правда пока безрезультатно. Латвийское радио и Латвийское телевидение — два общественных СМИ в стране. Средства на их содержание выделяются из госбюджета, то есть за счет денег налогоплательщиков. А за тем, как работают эти и другие радиостанции и ТВ-каналы в Латвии, следит Национальный совет по электронным СМИ. И первые недовольны работой вторых. Особенно острой ситуация обстоит с латвийским радио. Сейчас Национальный совет по электронным СМИ и Латвийское радио буквально работают бок о бок. Слева находится здание совета, справа — Латвийского радио. Правда, столь близкое нахождение до этого момента не позволило сблизиться в рабочих отношениях этим двум организациям. Нехватка людей и низкие зарплаты — вот два главных вопроса Латвийского радио, которые сотрудникам общественного СМИ не удалось решить ни с руководством, ни с советом. После чего работники службы новостей ЛР потребовали отставки правления радио. Что-то начало продвигаться только тогда, когда мы выразили недоверие правлению. То есть это было слишком поздно. Запоздалая реакция на всё. И сейчас такое ощущение, что пытаются потушить пожар, который, в общем-то, уже разгорелся везде. И, конечно, вот один только огнетушитель. Глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминш ещё в июле призвал разобраться в ситуации и Национальный совет по электронным СМИ. Однако и к ним оказалось немало претензий. Совету высказали недоверие не только на радио, но и члены Латвийской ассоциации журналистов и Ассоциации электронных коммуникаций. Сегодня все вовлечённые в конфликт встретились за одним столом в Сейме. Члены совета с большинством упрёков были не согласны. Латвийская ассоциация журналистов, наверное, не ознакомилась со стратегией Национального совета по электронным СМИ. Там достаточно много вопросов об отрасли. И, по нашему мнению, мы разработали превосходный документ, с которым желательно было бы ознакомиться не только ассоциацией, но и депутатам. Ранее Даци Тесбера заявила, что собирается покинуть свой пост. Сегодня, в начале нашей комиссии, она уже говорила, что-то другое, на 180 градусов. После часа, когда мы проговорили, она опять начала говорить о том, что, может быть, да, она... Я не понял её видение насчёт будущего. Решить уйти или остаться Тесбера пообещала после отпуска в начале сентября. Напомню, глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам ещё на прошлой неделе после встречи с членами коалиции заявил, депутаты будут оценивать ответственность каждого члена совета по отдельности и тогда решать о возможной их отставке. Согласно закону об электронных СМИ, финансовые средства общественным вещателям каждый месяц перераспределяет председатель совета. Нельзя уволить всех членов совета. Хотя бы председатель должен остаться. Поэтому я бы призвал быть очень ответственными, принимая решение об увольнении какого-либо члена совета по электронным СМИ. Поэтому сегодня вопрос об отставке совета был отложен. На следующем заседании парламентарии планируют обсудить вопрос финансирования латвийского радио.